Видя навыки индийского общества консолидации, если действительно у них есть такие навыки, это очень здорово. Я обращался взгляд, ну мысленно я обращался к русскому социуму. Только не надо исходить из того, что эти навыки это образец для навязывания их нам. И понимал, насколько мы не имеем этого навыка. В этом ничего ужасного нет. Подавляющее большинство, ну нельзя сказать, что бездари, но никогда не ставили себе задачу что-то сделать глобальное в этой жизни. Так это же норма. Ведь даже если бы они ставили такую задачу перед собой, то с гарантией их решения были бы на 90% пустой породой. Вот я поставил цель и задачу объединять людей, находить, выявлять, проявлять людей. Как я понимаю, как раз таких, которые такого рода задачу поставили и пытаются ее реализовать. Которые готовы ставить за горизонтные задачи. Да, Ярослав, именно так. И именно в этом плане ты уникален. Объединять людей. А вот в этом уже ничего оригинального нет. Пока мы говорим, что будем выдвигать одного человека, мы должны разобраться с субъектом и объектом. Как и в этой попытке стать своего рода коллективным экспертом. Ты вот эти фотинские штучки брось. Вот тут-то уже и Сергей прав. Посмотри на ситуацию чуть со стороны. Да. Люди наблюдают за проектом 10 лет. Да, уже есть основания для анализа. И говорят, Ярослав, ну где твой БТГ? Ну сделай хоть что-нибудь. На самом деле и в этом плане уже много чего достигнуто. Из того, что не лежит на поверхности. Я тебе говорю, я взялся за вот это дело. Мы с инженером не смогли прийти к консенсусу. Он говорит, я не понимаю. Я говорю, давай я тебе напишу. Вот так надо сделать. Сделай, пожалуйста. И это, кстати, норма. Так как подлинно творческим людям очень сложно прийти к взаимопониманию. Все сделаю, ничего не получается. Я говорю, а что ты сделал? А он мне вот так вот сделал. Я же просил тебя так сделать. Вот поэтому и нужно иметь терпение. Ярослав хочет другое сказать. Ну так. Я о другом. Что огромное количество, подавляющее большинство зрителей смотрит и говорит, Ярослав, что ты сделал вообще за 10 лет? Мы 10 лет тебя смотрим. Что ты сделал? Слышь, ты урод. Ты что сделал? Понятно. Ярославу надо и самому понять, что сделано им очень многое. Я к чему? Что у людей в голове не хватает серого вещества, чтобы осознать, что мало того, что проект 10 лет существует, какое количество людей объединил проект, что получилось из-за этих множества проектов, у людей просто не хватает шариков в башке. Да, кое-чего и сам Ярослав недопонимает. И тут мы им говорим, ребята, а давайте объединимся под БТГ. У них нету в башке этих пазлов даже. Я этим занимаюсь, потому что у меня есть инсайд. Я, находясь на позиции, находился в каких-то лабораториях, что ты видел, и пытаюсь обществу это донести, сказать, ребятам, у нас есть шанс объединиться. Да не в этом самом пресловутом объединении наш шанс. И быть может, объединившись, государственный ресурс направить на то, чтобы из-за кромов уже созданное привести в нашу жизнь. И это, в принципе, так же фантазия. Достаточно и того, что автором ноу-хау оказывается поддержка. А что бытло мне говорит? Ярослав, ты там сделай БТГ, и нам всем тут дуракам-то раздай. Расскажи как. Самому Ярославу и авторам ноу-хау нужна поддержка, в том числе и в плане защиты вот от такого рода наездов. Мы под это не объединимся. Мы должны каким-то ликбезом заниматься и объяснять людям, что то, что я несу, доношу, я не могу это создать сам. Терпение нужно в том числе и для занятия вот такого рода ликбезом. Ну, во-первых, государством это было уже создано сотнями, десятками лабораторий, тысячи людей, которых работали. Заказа нет у общества. Заказа нет у государства, а не у общества. Люди творят и проявляют любопытство вне зависимости от заказов. Заказа нет у общества. Мы можем одного человека выявить. Меня, тебя, Марго, Павла. Там, неважно, выберем личность. Не надо никого выделять. Но общество под это не объединяет. Как и кого-то там объединять. Надо помогать людям осуществлять взаимопомощь, и желательно именно денежную. Вот в чем трагизм ситуации. Не готово общество объединяться под постановку сверхзадачи. Которая, в принципе, и не может не быть фантазией. Не стоит нам браться за божий промысел. Так мы ее выпишем, эту сверхзадачу. Мы же для чего вели все эти споры, все эти разбирательства и так далее, с разными людьми, с разных воззрений, с разных уровней, да, понимание. А какая сверхзадача? Сделать программу. Ну, а мы уходим в словоблудие. Почему словоблудие? Ну, потому что я лично вижу языком Ациковского переход цивилизации или общества на новый уровень экономической формации, технологической формации происходит тогда, когда наука совершила прорыв на новый уровень вглубь материи. Вот это и есть тот самый процесс, который нам и не стоит даже пытаться организовывать, чтобы не нагромоздить глупости и преступления, или же не оказаться просто смешным. Все остальное блевотина. Какую программу мы не написали, тря-ля-ля, па-па-па-па-па-па-па. На что опираемся? Если мы опираемся на существующий технологический базис, это блевотина. Нет, это эволюция. Да почему мы опираемся? Вот сверхзадача говорит о том, что среди нас, среди миллиардов людей на планете, есть единицы, которые умозрительно. Открытие на кончике пера. Они сделали за горизонтное предвидение того, как устроена организована материя, и из этого что мы можем получить? Нет, Ярослав, таких людей огромное количество. И их может выявить только массовая инициативная денежная взаимопомощь населения, когда люди сами себя, так сказать, проявят. Но общество об этом не хочет разговаривать, задумываться. Вот именно. Именно об этом. Покажи мне какая общественная структура, политические деятели, какое движение или кружок обсуждают о проникновении вглубь материи на новый уровень. Да не об этом, а именно об инициативной, самоуправляющейся, денежной взаимопомощи. Нам надо всем думать, как все это организовать. Что же касается творчества, то уже даже два человека это отнюдь не творческая единица. А для того, чтобы она была эффективной, как раз и нужны деньги и денежная взаимопомощь.